Здравствуйте! Время новостей на Абаза ТВ. Сегодня в выпуске. Негосударственный подход. Мнение Анри Джергения по вопросу разработки и добычи нефти в Абхазии. Для удобства абонентов Аквафон открыл в Ачинчире центр обслуживания. О наиболее заметных событиях минувших дней. Учис о результатах работы за неделю. Президент Александра Анкваба Владислав Сурков обсудили вопросы подготовки инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии на 2015-2017 годы. Во встрече участвовал спикер Народного собрания Валерий Бганба. Также шла речь о двустороннем сотрудничестве в законопроектной деятельности, сообщает официальный сайт президента Абхазии. Александр Анкваб поблагодарил за работу, проведенную в Абхазии, генерал-майоров Владимира Черданцева и Андрея Юминова, которые проработали в СГБ в ранге заместителей председателя более трех лет. Они оставляют свою службу в СГБ республики. «Ваш профессионализм и знания помогли во многом улучшить профессионализм и знания личного состава СГБ Абхазии и решать оперативно многие достаточно сложные вопросы», – сказал Анкваб. Три соглашения о разведке и разработке нефтяносных месторождений, которые на протяжении нескольких лет не были доступны широкой общественности, с правовой точки зрения рассмотрел юрист Анли Джергения. На пресс-конференции он поделился своими соображениями о договорах. По словам Джергения, создается впечатление, что государство совсем не по-государственному подходит к вопросу абхазской нефти. Подробности в репортаже Марианны Котовой. Андрей Джергения собрал пресс-конференцию, чтобы поделиться своим мнением после изучения соглашения разведки и разработки месторождений нефти. Три договора рассмотрел юрист, два из них были выложены в сеть интернет, и еще один, Андрей Джергения, попал через третьи руки. Это майское соглашение 2013 года, подписанное министром экономики Давидом Родяном и директором общества с ограниченной ответственностью РН «Шельф Абхазии» Иванцовым. Как рассказывает Джергения, к нему поступила информация, что это соглашение выдают за проект договора, который все еще находится в разработке. Хотя налицо другой факт. Под документом стоят подписи и печати. Этот документ, да, от 8 мая, из того, что говорит Эшко, вот этот документ не подписан. А вот, пожалуйста, подпись генеральный директор ООО РН «Шельф Абхазии» Иванцов. Если я правильно понял то, что говорит Эшко, вот этот документ еще не подписан, и он, как он говорит, находится в работе. По словам Джергения, после того, как он изучил договоры о разведке компаниями Роснефть и ННК Гудаутского и Чемчирского нефтяных месторождений, вопросов у него появилось больше, чем до их обнародования. Во-первых, почему из двух фирм образовалось четыре? Зачем нужны были дочерние предприятия? Во-вторых, почему во всех трех соглашениях одновременно идет речь и о разведке, и о добыче нефти? По словам Джергения, необходимо заключить две формы соглашений. Первая связана с исследованием предполагаемых месторождений. Вторая с решением вопроса о возможности их разработки. По словам Джергения, в договорах нет пункта, который бы давал абхазской стороне возможность отказаться от разработок нефтяных залежей. Хотя члены правительства в своих комментариях утверждают, что окончательное решение о добыче нефти еще не принято. Настораживает Андрей Джергения, и то, что высказываются по этому вопросу, совсем не те, кто ставит подписи под договорами. Почему подписывают одни, а комментируют другие? По крайней мере, если ты уж от имени государства говоришь, от имени правительства говоришь, ты должен знать эти документы. Андрей Джергений утверждает, что исходя из текста договора, абхазская сторона не может просто отказаться от добычи нефти. Весьма вероятно, что в этом случае придется судиться. А вот возможность судебной тяжбы в соглашении отмечена. Почему возможные споры между абхазской властью и нефтедобывающими компаниями должны разрешаться в России? И каким законодательством будет пользоваться суд при рассмотрении споров российских компаний с абхазской властью, хотя их деятельность будет регламентироваться абхазскими законами? Кроме того, как рассказывает Андрей Джергения, члены правительства утверждают, что все работы будут проводиться гласно. Хотя в соглашениях имеются положения о том, что стороны обязаны соблюдать конфиденциальность. Джергения также рассказал, что еще в 70-х годах прошлого века появились предположения о сочинских залежах нефти. Но в те времена вопрос был закрыт. А в 1997 году появились уже карты с разведанными запасами нефти. Исходя из этого, по мнению Джергения, есть все основания полагать, что разведка нефтяных месторождений вовсе не была нужна. Но Владислав Григорьевич Аркзин мне показывал документы. Вот они на столе у него лежали в нескольких папках. И говорил, вот эти папки, здесь есть сведения о том, что в Абхазии имеется нефть. И он даже назвал цифру. 500 миллионов тонн. И так как-то интересно распределение произошло. Половина в Ачимчинском районе, половина в Акудаутском районе. Судя по документам, говорит Андрей Джергения, разведка нефтяных месторождений в Абхазии началась в 2010 году. Но ее результаты неизвестны. И зачем понадобился второй договор уже 2013 года, согласно которому разведка началась снова, с нуля. Неизвестно, проводились ли экологические исследования, на которые надеялись, и об исключительной важности которых уверяли члены правительства. Кроме того, как рассказывает Джергения, в соглашении от 4 декабря 2013 года в одном из пунктов говорится, что правительство Абхазии берет на себя обязательство инициировать принятие парламентом законов, стимулирующих реализацию соглашения. По словам юриста, Народному собранию республики пора бить тревогу. С момента подписания настоящего соглашения правительство приступает к разработке и инициированию принятия законодательных актов в республике Абхазия, позволяющих стабилизировать экономисты. Ну, здесь очень много. То есть правительство на себя берет обязательство в законодательном плане решать эти вопросы. То есть правительство вот этим пунктом берет на себя несвойственные ему функции. Выходит за пределы своей компетенции. Здесь очень много нестыковых, понимаете? По словам Джергения, все три документа не выдерживают юридического анализа. Документы составлены так, что создается впечатление, будто его авторы не рассчитывали, что кто-то будет их исследовать. По мнению Андре Джергения, государство демонстрирует негосударственный подход к проблеме. Российская газета «Коммерсант» сообщает сегодня о планах государственного Роснефтегаза по докапитализации Росгидро. Помимо проекта по строительству ГЭС в Киргизии средства могут пойти на дальневосточные проекты Росгидро, а также на реконструкцию каскада перепадных ГЭС в Абхазии. Накануне Росгидро должно было подвести итоги тендера на 300 миллионов рублей по выбору консультанта по реконструкции ГЭС в Абхазии. Наименьшую заявку подала абхазская госкомпания «Черноморэнерго» – 295 миллионов рублей. У правительства Абхазии есть желание восстановить перепадный ГЭС в связи с растущим спросом на электроэнергию, но бюджетных средств для этого не хватает, заявил коммерсанту вице-премьер Республики Беслан Эшба. Стоимость проекта будет понятна после проведения ТО. Абхазия планирует привлечь сторонние инвестиции для реконструкции, добавил он. Турция ужесточила правила въезда для российских туристов. Отныне для пересечения границы Турции в рамках безвизового режима туристу необходимо иметь заграничный паспорт, до конца срока действия которого осталось как минимум 4 месяца. Российский союз туриндустрии обратился к МИД Турции с просьбой приостановить введение новых требований к загранпаспортам россиян, сообщает и Тартас. Союз попросил отсрочить введение данного правила до 12 мая, чтобы российские туристы смогли отдохнуть в майские праздники и только после этого заняться оформлением новых паспортов. Уже были зафиксированы случаи отказа туристам в посадке на самолет в Турцию, а также аннулирование туров. При этом ни туристы, ни туроператоры к такому развитию событий готовы не были. Принимать туриста с любым сроком действия загранпаспорта из стран массового летнего отдыха россиян сейчас могут только и гибеть. Министр иностранных дел России Сергей Лавров вручил народной артистке Абхазии и России Хибли Герзмава медаль и диплом за большой вклад, личный вклад в сотрудничество Российской Федерации и Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры ЮНЕСКО. Церемония вручения состоялась в ходе торжественного собрания Комиссии России по делам ЮНЕСКО по случаю 60-летия вступления России в эту организацию. Проект закона об инвестиционной деятельности на территории Абхазии, как известно, был принят парламентом во втором чтении. Обсуждение законопроектов в нашем обществе продолжается. Кандидат технических наук Леон Кварчия подготовил доклад на тему инструменты оздоровления инвестиционного климата и стимулирования предпринимательской среды в Абхазии. Интервью с Леоном Кварчия смотрите в очередном выпуске передачи «Постфактум». Не совсем понятно, по какому принципу определялись налоговые льготы по направлениям, предусмотренным в этом законопроекте. То есть, из чего исходили, когда говорили, что в одной отрасли должны быть такие льготы, в другой такие, это можно сделать, только имея определенную программу социально-экономического развития. То есть, в этой программе будет предусмотрено, у нас приоритетные отрасли такие-то, есть вспомогательные отрасли, в этих отраслях у нас, предположим, запрещается вообще доступ иностранных инвестиций, в этих отраслях он у нас ограничивается, а в этих отраслях он у нас поощряется. Кроме того, я хочу что сказать, даже если этот закон будет идеально выработан, проработан, отшлифован, даже в этом случае он не будет работать. Объясню почему. Потому что подобные законопроекты, они не принимаются в точечном виде. Для улучшения инвестиционного климата в любой стране принимается целый пакет законопроектов. Передачу «Постфактум» смотрите в нашем эфире сегодня. 6 млн 593 254 рубля. Такую сумму в прошедшем 2013 году собрал Культурно-благотворительный фонд «Ашана» на лечение 32 тяжелобольных детей в Абхазии. Об этом и о многом другом рассказали сегодня в Сухуме руководители и сотрудники КБФ «Ашана» в ходе третьего ежегодного отчетного собрания фонда. Подробности в нашем эфире в среду. Сейчас страницы истории Абхазии. 22 апреля 1920 года родился абхазский ученый, историк Зураб Вианорович Анчабадзе. 22 апреля 2003 года президент Абхазии Владислав Ардзенба подписал указ о назначении премьер-министра. Им стал Рауль Хаджимба, до этого исполнявший обязанности первого вице-премьера правительства и министра обороны. 22 апреля 2004 года в Женеве открылся специальный семинар, посвященный международным гарантиям безопасности в урегулировании грузино-абхазского конфликта. 22 апреля 2005 года в Великобритании прошла встреча грузинской и абхазской делегаций. 22 апреля 2008 года президент Багапш обратился с ежегодным посланием к парламенту Абхазии. 22 апреля 2008 года партия «Справедливая Россия» открыла в Абхазии общественную приемную. 22 апреля 2008 года столицы Абхазии и Бурятии заявили о намерении сотрудничать. Соответствующий договор подписали глава администрации Сухума Аля Слабахуа и мэр Улан-Удэ Геннадий Айдаев. 22 апреля 2010 года депутаты Сухумского городского собрания на заседании приняли решение переименовать улицу Аяйра в улицу имени Владислава Ардзенба, а проспект Миров – проспект Аяйра. 22 апреля 2010 года главный режиссер Абхазского драматического театра имени Самсона Чанба Валерий Кове поставил в Оренбургском государственном драматическом театре имени Горького спектакль «Бешеные деньги». 22 апреля 2011 года вышел в свет первый номер газеты «Христианская Абхазия». 22 апреля 2012 года в Гамбурге, Германии открылся День Абхазии. В этом празднике приняли участие представители многих национальностей – адыги, кабардинцы, абазины и представители других этносов. 22 апреля в 144 день рождения Владимиру Ильичу Ленину представители Коммунистической партии Абхазии возложили цветы к памятнику Ленину, расположенному в Сухуме во дворе детского сада. Затем коммунисты направились к парку имени Ленина, где посадили декоративные растения. 22 апреля – Международный день земли. Экологи общественной организации «Абсабара» накануне Дня земли посадили 20 саженцев крымской сосны на берегу, где река Сухумка впадает в море. Посадочный материал юным экологам подарили в станице Вешенской Ростовской области ребята из общественного экологического движения «Шолоховский родник». В Сухуме немало зеленых насаждений, но многие деревья на городских улицах уже очень старые и нуждаются в замене. Отныне в Ачимчире будет работать собственный центр обслуживания абонентов сотового оператора «Аквафон». Его открытие прошло сегодня в торжественной обстановке при участии горожан и гостей Ачимчиры. В честь этого события абоненты, подключившиеся в Ачимчирском ЦО с 22 по 30 апреля, получат подарки от первого мобильного оператора Абхазии. Репортаж Елены Лолуа. Это десятый по счету и первый в Ачимчире центр обслуживания ведущего сотового оператора Абхазии. «У нас есть родственники, близкие нам люди. И когда мы приезжаем в тот или иной город, в село или просто гуляя по городу, видим дом близкого нам человека. Ведь нам всегда хочется зайти в этот дом, поздороваться со своими близкими людьми, просто пообщаться с этими. Не потому что у нас какие-то там дела. Просто это близкие нам люди, которых нам всегда приятно видеть. Аналогичные чувства лично я испытываю, когда я вижу центр обслуживания компании «Аквафон». Туда я всегда хочу зайти, потому что там рады не только мне, но и каждому, кто переступит порог». Многочисленные абоненты города успели по достоинству оценить качественный сервис и удобное месторасположение нового центра абонентского обслуживания «Аквафон». От него до здания городской администрации рукой подать. Симпатичный, уютный офис выгодно выделяется на фоне серых и унылых зданий центра города. После того, как красная ленточка была торжественно перерезана, сотрудники компании пригласили всех гостей на фуршет. Внимательные сотрудники офиса «Аквафона» окажут любую помощь абонентам. От активации сим-карты до настройки дополнительных услуг. Проведут консультации по тарифам и услугам компании. Помогут подобрать оптимальный вариант для каждого абонента. В СИО абоненты смогут обменивать свои бонусные баллы, полученные в рамках программы «Аквабонус», на сувенирную продукцию. С открытием нового центра обслуживания абонентов услуги компании «Аквафон» станут еще более доступными для жителей города Чамчира. Деятельность компании «Аквафон» имеет большое социальное значение, поскольку не только обеспечивает население города связи, но и создает рабочие места, создает стабильную уверенность в завтрашнем дне. Добро пожаловать к нам. Наши двери всегда открыты для вас. Горожане рады новому центру обслуживания, потому как раньше для получения необходимых консультаций по всем видам услуг своего оператора им приходилось выезжать либо в Сухум, либо в Ткварчал. Спасибо, что такую возможность предоставили нам. Естественно, конечно, все рады такому событию, знаменательному событию. Очень много являются абонентами в Чамчирах, в городе. Молодежь пользуется аквафоном. Конечно, очень хорошо, очень красиво, знаменательно. Спасибо большое. Мы очень рады и за аквафоны, и за Чамчири. Дай Бог, чтобы мы расширялись и радовали людей. Поздравляю всех. Народ и Ачамчири, города Чамчири и аквафоновцы. В рамках программы по улучшению сервиса клиентов совсем скоро будет открыт центр обслуживания в районе Абхазо-Российской границы. По словам руководства первого сотового оператора с открытием нового центра обслуживания, компания становится ближе к своим абонентам. Наиболее заметные события минувших дней в деятельности УЧС Абхазии представляет в своем видео сюжете, подготовленном пресс-службой Спасательного ведомства страны. Сотрудники УЧС проходят плановую аттестацию на соответствие занятым должностям и званиям. По словам руководства Спасательного ведомства страны, требования к современным пожарным и спасателям качественно возросли в связи с появлением современной техники, поступившей в республику по линии МЧС России в качестве гуманитарного содействия. Что же до присвоения очередного воинского звания, то и в этом вопросе появились новшества. Есть случаи отказа, так как присвоение звания не сама цель, а отражение реального профессионального уровня того или иного сотрудника. Однако таких случаев немного. В основном профпригодность личного состава УЧС Абхазии находится на должном уровне, констатировала аттестационная комиссия. Желание же подменить собой профессионала зачастую приводит к трагедии. Так случилось в Сухуме на улице Гумистинской, 21А. Жители одной из квартир, в которой внезапно захлопнулась дверь, упросили своего соседа проникнуть в нее со смежного балкона. В результате мужчина сорвался вниз, пролетев семь этажей и разбился насмерть. Причем число подобных смертей, по словам специалистов, угрожающе растет. Во избежание трагических последствий УЧС Абхазии настоятельно просит граждан страны не предпринимать в подобных ситуациях самовольных действий и звонить спасателям. Звонить в УЧС Абхазии настоятельно рекомендуется и при обнаружении взрывчатых веществ. Обнаруженное жирание, снаряды и патроны в количестве 47 единиц. Были ликвидированы днями в Сухумском районе. А вот в этом случае пожарные приходят без вызова. В республике завершился подомовой обход частного сектора. Акция распространилась на всю республику. Пожарные осматривали дома и пристройки на предмет возникновения возгорания. Вели с местным населением профилактическую работу. Вручали памятки с инструкциями поведения при пожаре. А главное, рекомендациями о том, как его избежать. Кстати, пожарные страны отметили на неделе свой профессиональный праздник. Огнеборческие подразделения появились в республике в конце 19 века. Первые сведения о возникновении пожарного дела в городе Сухуми касаются 1876 года. Пассажирский поезд из Москвы в Батуми Произошел пожар в районе Нижней Хэшер. Поезд пришлось подогнать к Сухумскому вокзалу, отцепить горящие вагоны. На этом пожаре сгорело 9 человек. Все прекрасно, более взрослые наши сотрудники знают пожар, который произошел в гостинице Абхазия. Это 85-й год, ноябрь месяц. Вот только представьте себе, что такое на тушение этого пожара. Было подано 7 лафетных стволов, 17 стволов литра А и 19 стволов литр Б. 20 оперативных отделений, 86 человек, солдат из войсковых частей помогали нам при тушении этих пожаров. Правда, дата празднования скорее советского образца, хотя есть идея учреждения дня абхазского пожарного. Я думаю, что мы поставим вопрос перед руководством страны согласовать выбрать дату пожарной охраны в Республике Абхазия. Сегодня отношение к нашей службе совершенно другое. Да, некоторые недовольны, но основная масса, благодаря вас всех, кто сегодня здесь присутствует, к нам относится очень серьезно. И на нас лежит большая ответственность, на каждого из вас. Поздравляю вас с Днем пожарной охраны, желаю вам удачи, всего доброго. И самое главное, чтобы не только вас, я говорю это, обращаясь ко всему личному составу, терпение и еще раз терпение. Возвращаясь же к сегодняшним будням спасателей, добавим, что за минувшую неделю произведено 12 аварийных вскрытий дверей, ликвидированы последствия 9 пожаров и 3 дорожно-транспортных происшествий. Российская кинокомпания «Киноград-21» проводит в Абхазии съемки многосерийного фильма с рабочим названием «Сын моего отца», режиссером которого является Стас Дремов. Он известен любителям кино по фильмам «Ленинград», «Золотой капкан» и другим. Картина «Сын моего отца» о двух сводных братьях-врачах. События фильма происходят в России и Албании. Так как природа Абхазии схожа с ландшафтами Албании, авторы фильма приняли решение провести съемки на территории нашей страны. В Гагре съемки ленты будут проводиться неделю и две недели в Сухуми. Главные роли в фильме «Сын моего отца» исполняют Сергей Астахов, Евгения Осипова, Кирилл Казакова, Александр Барановский. Также в фильме снимаются актеры Абхазского драматического театра. В завершении выпуска о погоде в Сухуми. По сообщениям синоптиков, 23 апреля в столице ожидается переменная облачность. Температура воздуха днем 18, ночью 15 градусов тепла. Это была вся информация к этому часу. Следите за развитием событий вместе с нами. До новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин